У нее трое родных детей. Взрослые мужчины, участники спецоперации, тоже стали ее сыновьями. Мама Юля продолжает радовать домашней кухней российских военных. Она стала известна тем, что первая в Ульяновске начала готовить и отправлять на фронт тушенку. Автоклав купили, попробовали. Первые две партии просто вот в рот не возьмешь. Расстроилась, попереживала. Причем по рецептам, которые в интернете вычитали. Съездили на юг, успокоились. Приехали в сентябре, сразу заболели коронавирусом. Что дома делать? А давай-ка еще раз тушенку попробуем сделать. Две недели просто тушенку сделали, освобождали свои холодильники, рецепты, каши, все, что я люблю. Тут побольше соли, тут поменьше лаврушечки. Попробовали. Изумительно. Несколько сотен банок тушеной свинины и говядины уже отправлены на передовую. А сейчас Юлия Куценко сделала пробную партию борща. Он сушеный, расфасованный по порционным пакетикам. В каждом кружка красного наваристого супа. Главный дегустатор – супруг Юлии. Представь, что ты солдат в окопе. Мясо бы еще. Мясо бы еще. Ну ничего, если папа одобрил, значит все нормально. Папа одобряет. Несколько дней Юлия вместе с добровольцами колдовала над любимым многими блюдом. Нарезали морковь, капусту, лук, свеклу. Подбирали и специи. Маме Юлия регулярно помогает приятельница Анастасия. Она работает фельдшером на скорой, а в свободное время готовит обеды для наших защитников. Очень много времени занимает подготовка самого продукта до конечного состояния. Это нужно все помыть, почистить, это нужно все отварить и потом сушить. Для этого у нас есть наши кухонные помощницы, сушилки называются. И наша съемочная группа тоже помогла в подготовке ингредиентов. Мама Юля вместе с помощницами уже сделала 105 порций борща. 25 пакетиков отправилась на дегустацию нашим ребятам. И я решила подсобить по хозяйству. Сейчас почищу картошки. Мясо в порцию добавят уже военные, например, ту же тушенку. В дальнейшем, как мама Юля доработает технологию, говядина и свинина будет уже упакована в порционные мешочки. Скорее всего, в сушеном виде. Ранее Юля отправляла гороховую кашу с копченостями. Слоями выкладываются специи, мясо. Ну, там мясо, им нужно, чтобы с копченостями было. Уже больно, вот им понравилось суп с копченостями делать из гороховой каши. Нужно покупать охотничьи сосиски. Мы покупаем их у фермеров. Вот, покупаем охотничьи сосиски, значит, жареный бекон слоями, потом горох и заливаем все это бульоном и в автоклав. Дочь Юлии тоже растет патриоткой. Анна Шерстнева учится в медколледже и трудится в рядах сестер милосердия. Она уже определилась с профессией. Девушка планирует стать военным врачом. Мамин промысел Анну уважает и с радостью участвует в благородной миссии. Наверное, каждый может так делать для своей страны. Кто-то сейчас на передовой, кто-то с автоматом в руках, она с паломником. Быть полезным для тех, кто сейчас на полях сражений, может каждый. Было бы желание. Сейчас налажена обратная связь. И добровольческие группы в социальных сетях работают оперативно и слаженно. Напомним, в Телеграм и ВКонтакте есть чаты движения ZV, где есть вся информация и контакты. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Уллправда.ТВ Продолжение следует...